Когда я сегодня проснулась, я просто была в восторге, потому что я увидела эту зимнюю сказку. Такое чувство, что в Вероне побывала снежная королева, и поэтому я собралась и поехала в центр. И сейчас я вам покажу красивые кадры из наснеженной Вероны, потому что такое бывает редко. Я живу здесь пять лет, и такое я вижу впервые. Я хочу сказать, что надо быть очень отчаянным человеком, чтобы в такую погоду выйти на улицу, потому что вы не представляете, как скользко. Это не потому что лёд, а потому что Верона покрыта мрамором. То есть нужно искать специальные улочки, проулки, где нет покрытия мрамором. Кошмар полный. В городе практически никого нет. Я сейчас сделаю попытку подняться на смотровую площадку Костель-Сан-Петру, и поеду домой. Смотрите, по такому покрытию совершенно невозможно идти. Можно гулять по брусчатке. Она не скользкая, но вот по этому белому мрамору, белому камню просто нереально идти. Хотела сначала пешком подняться на смотровую площадку Костель-Сан-Петру. Это буквально, наверное, минут пять-семь. Вот так вот. Но, не знаю, боюсь, что потом спускаться будет тяжело. Решила проверить абсурдную просто идею того, работает ли сегодня фуникулёр или нет. Сейчас узнаем, потому что на смотровую площадку я хочу очень сильно. Если не работает, придётся подниматься, потом помедленному спускаться, в надежде на то, что я сегодня не познакомлюсь ни с каким травматологом. Ну, собственно, фуникулёр не работает. В принципе, я на 99,9% была уверена, но теплилась какая-то надежда. Я сейчас поднимаюсь по лестницам. Вот. В принципе, здесь не так много мраморных промежутков. В основном кирпички, брусчатка. Надеюсь, что всё пройдёт хорошо, но спускаться, я думаю, будет мега весело. Я добралась. Первый вид на заснеженную Верону. Смотрите, какая она красавица. Вот только посмотрите, какая сказка. Сказка. Боже, как здорово кажется, будто я домой попала. Уральский лес. Если честно, я не знаю, как спускаться по этим лесенкам, потому что они под наклоном. В общем, я спустилась весьма удачно, потому что лесенки, конечно, под наклоном. Я не знаю, кто их строил, но, видимо, человек действительно не рассчитывал на то, что может быть такая труба с погодой. Что хочу сказать. Я ещё раз подтвердила диагноз, что я блогер, потому что действительно на Костель-Сан-Пьетро поднялись только блогеры и фотографы. Но фотографы были на машинах продуманные. И пока я стояла, делала фотографии и видео поздравления своей подруге, у которой с 1 марта день рождения, в России весна, здесь ещё зима, то я познакомилась, мне кажется, с полмиром, потому что мы поговорили с парнем из Китая, с мальчиками из Японии, с парой из Америки. Все хохотали, потому что все, как оказалось, увлекаются блогерством. Вот. И не могли не подняться на Костель-Сан-Пьетро, чтобы посмотреть на Верону и запечатлеть Верону под снегом. Диагноз блогер, что сказать. Костель-Сан-Пьетро, чтобы посмотреть на Костель-Сан-Пьетро, чтобы посмотреть на Костель-Сан-Пьетро. Костель-Сан-Пьетро, чтобы посмотреть на Костель-Сан-Пьетро, чтобы посмотреть на Костель-Сан-Пьетро. Всем спасибо за внимание. С вами была Мила Уна Руссен-Италия. Подписывайтесь на мой канал. Такого экстрима каждый раз обещать не могу, но красивые влоги из путешествий публиковать буду. А также заметки о жизни в Италии. Поэтому подписывайтесь и будьте всегда в курсе наших итальянских событий.